Ну и теперь каждый оператор разложу в ряд сурьи, выпишу в явном виде оплатки и в явном виде устранения. Это будет минус единица на В после возложения в ряд сурьи. Дальше идёт шкур, матрица плотности для него взаимодействующей частиц, поэтому геодинамический потенциал не взаимодействующих частиц минус беметаниан не взаимодействующих частиц. Так, пишу поцебаровское представление. Раз частицы не взаимодействуют, то в качестве геодинам берём геодинамический потенциал частиц. Геодинамический потенциал частиц. Вот я вытащил явном виде воспользоваться нашим объявлением. Функция геодина и взаимодействующих частиц для положительного значения вот этого мимого времени не стало вновь. Можно показать волшебные слова. то вот если вы в случае взаимодействующих частиц берёте вот это, видим, да? то это вновь. и аналогично для отливатого охлаждения. 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 Так, я повезду влашебную историю, а вам можно показать. Это для вас очевидно или неочевидно нужно доказать. Желательно доказать. Ну давайте, а вы желательно доказать. Ну вот давайте минут 10. Ну ладно, пусть у нас система имеет N частиц с циклисами B1, N частиц с циклисами B2, N частиц с импульсами B3. Так что в общем полное число частиц во всех этих состояниях Np1, Np2, Np3, Np3, Np3. Сохраняется в полную часть системы. Сохраняется в полную часть системы. Ну и вот давайте какую-то волновую функцию в этом состоянии, Φ, будем характеризовать набором числа частиц в этом состоянии. НВ1, НВ2, НВН и так далее. Другие, вот на функцию этого состояния какое-то, это не основное состояние, это какое-то разъемное состояние, если мы чуть-чуть разбежались, так это состояние. Подействуем на него, как Мельтониан, H-μ. Значит, давайте, как Мельтониан запишем, это значит сумма по импульсам Q по спинам α ε0Q-μ, а плюс Qα, а плюс Qα, а Qα. Вот действует на это состояние. Что будет в результате действия на этом состоянии? Вот, когда вот этот апператор действует на состояние P1, он в нём рождает число частиц в состоянии P1. Значит, это будет у нас ε0P1-μ при каком-то конкретном пункте. Ну, допустим, это пункт совпало с P1. Значит, у нас рождается число частиц в состоянии P1. Так, действуем на состояние P2 ε0, P2-μ, Np2 и так далее. Ну, а система не изменится, остаётся вот это по-прежнему число частиц, оно не поменяется. Очевидно, что если мы будем действовать теперь экспонентой, которые задерживаются вот такой апператором. Давайте теперь подействуем на наше состояние P1, экспонентой, задержащей апператором. Экспонентом H0-μ, действует на состояние P1. Ну, как нам проделать это действие? Значит, надо разложить экспонент в ряд. Сперва единичка, потом линейная степень, потом квадраты. Два раза подействовавшие результаты. Ну, и в результате у нас будет возникать вот то, что вот у меня стоит, есть фигурный скопка в первой степени, во второй степени и так далее. В результате результата действия мы можем представить не минус ставу. Так что на 0,1, минус 2. Так что на 0,2, минус 0. Забрали это на задержку экспоненту, всё, отказали в задержку. Волновая функция не изменилась. Теперь, после того, как пропаде есть фоненты и экспоненты, добавим ещё что? Ну, давайте напишем какую комбинацию. Давайте теперь возьмём по действию оператора уничтожения. После действия вот этой экспоненты на функцию подействуем. Подействуем оператором уничтожения. Значит, сперва подействовали экспоненты выскочили квадрата. Вот так, с номером 2, 1, и так далее, и так далее. Потом начинаем действовать оператора. А этот оператор уничтожает одну частицу. Значит, в каком-то состоянии стало стану частиц уменьшим. Значит, у нас возникла вот эта экспонента минус 0,1, минус 0,1, минус 0,2, минус 0,2. Вот эта экспонента осталась без изменения. Волновая функция изменилась. Стало она там np1, а в каком-то там, в каким-то импульсах то частиц стало на кеницу меньше. Я скажу, давайте начнем. Так, вот эту функцию давайте назовём f' и стрих. Так, вот эту подводим. Я бы не так. Значит, вот эту, всё, что стоит, вот эту мы привём. f'4'6. Значит, результат выглядит так. бензин, 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 а у нас есть. Есть вот этот блокбаз. И вот Дмитрий И Штри В Состояние в котором вот что в в в состоянии b стало для 3 единицы меньше. Теперь давайте еще подействуем в 3-е экспоненты. Вот здесь. Значит, в 3-е мы подействовали, и в 3-е мы подействуем. Давайте теперь. Так. Так. Результат вот этот мы и писали. Значит, теперь остается неоператорный экспонент. Неоператорный экспонент. Так. Так. Попробуем. Эпсилон 0p минус лю np. И функция s' , в которой, поясняя число частиц в состоянии np, меньше на единичку. Ладно. Протаскиваем теперь вот этот результат, вот эту экспоненту, и начинаем вискивать сюда. Эпсилон 0p минус лю np1. Возникает вот такой член. Эпсилон 0p минус лю, но в состоянии np на единицу меньше. Такие все экспоненты. Дальше выписываем экспоненту с минусом. И члены показателя экспонента все совпадают за исключением вот этого. Когда было ε на 0p минус μ просто на np. Для того, как мы исполием градов уничтожение. Ну и что начинается? А вот здесь возникает разница это минус е минус tau epsilon 0p минус nu f3p. Таким образом мы видим, что результат Действие, скажем, вот такое, 2х4 я насчитаю. Действие, это минус tau epsilon 0p минус nu f3p. Это то же самое, скажем, я. Ну? Да, как? Такая вода и тетя кула вверх. Ну и точно так же доказывается то отношение доказательного в этом деле. Таким образом, если учесть вот эти соотношения, то функция галерина частиц для положительного значения мимо времени того. Будем иметь следующее видео. Есть минус единиц на объем единиц P1, сумма P2 по инфиксам, еди P1, R1, минус P2, R2. Это происходит в инфиксах представлений. Дальше. Дальше. От бацубавовского представления высказывает m0, A2, R2, B1, минус U, остается под знаком шкура и Омега плюс U, плюс H на T. Так. А, P1, альфа. А, P2, альфа. Вот это, как говорится, давайте еще перепишем. Так. Ну, давайте, так, подозначим. Изменить, я буду изменить. Изменить, альфа. 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 Ну, а теперь посмотрим, что у нас здесь все динамические усовления. Ну, что физики известны, что, скажем, вот если взять динамические усовления, то среднее вот такого выражения двух операкторов будет не 0, только, скажем, в случае диагональных по парагим и по, скажем, альфа B. Альфа. Потому что среднее, это, я говорю, в одном и одном состоянии, чтобы число частиц не менялось, надо, чтобы сказать, индекс П1 и П2, чтобы состояние вот это не менялось, альфа была совпадал с этим, а они разные автогональные, надо, чтобы у П1 и П2 считали альфа B2. Тогда это есть среднее А плюс П1А2, АП1А2. А это, есть ничто иное, как число частиц, Соградение перифервативно-забрное перифервативное состояние P1 синтеза малого. Или оно ΔP1P2, Δαβ. Для фермийских частиц это описывается фермийской функцией распределения. Для фермийских частиц это фермийская функция распределения. А для фермийских частиц отличается тем, что, значит, стоит экспонентом ε0P минус μ АВВТ, но здесь в показании внизу номинация стоит на минус. Так, у нас здесь операторы стоят в обратном порядке, сперва операторы здесь и потом уничтожение. Ну, значит, надо просто перекоммутировать, воспользуясь коммуникационными соотношениями и запишу. АВВТ есть ΔP1P2Dαβ. Это минус A плюс B2P2P1A. Это для фермийских частиц. Ну, а для фермийских частиц эта коммуникация распределяется со знаками различных. Вот, если такую PED-коммутацию исполнить, что у нас здесь это поведет к тому, что у нас выскочит ΔС1P1P2P2D так, давайте, значит, даст единичку и либо минус, либо плюс функция распределения числа частиц в состоянии П1 знак минус к фермий, знак плюс к полу значит, мы сейчас получим выражение этой функции Геррина для положительных значений переменных травм, для неправильных точек. В итоге получается минус X на В. В итоге получается минус X на В. Дельта – символ Успиновым индексом. Сумма по П. Вот мы снимем двойное суммирование по индексу. Остается одноградное. Так, от Мацубаровского выставления Тау и П. П. Минус U. Ну и результат усреднения двух аккаторов. В. Либо 1 минус U. Либо 1 минус U. Либо 1 минус U. В. 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 клоге значит я запишу выражение Я функции Гюрина не взаимодействующих частиц Экспоненты содержат, как и мнимые, показатель, как и действительные, так, что теперь? Теперь нам надо знать, как будет функция вот эта гринна и взаимодействующих частиц для отрицательной переменной этапы. Ну и чтобы это получить, давайте воспользуемся соотношениями, которые я вывел за прошлые часу. g0αβr для отрицательных значений равняется . Ну вот, знак минус – это заферные частицы. Давайте сделаем эту процедуру заферные частицы, чтобы получить явный вид отрицательной области. Так, пишем. g0αβr для отрицательных. . Значит, она равняется . g0αβr для тау плюс единица на t, где переменная была в положительной области. Вот в этом выражении тау из всех тау заменяем на тау плюс единица на t. Так. знак минус учтем . Единица на 2π в углу интеграл p, g, 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 r. . Чему приведет замена тау на тау плюс единица на t. Ну, вот этот член сохранится, минус тау . Но появится еще вот дополнительная экспонента. . . . . . . . . . Так. Ну и дальше . Единица . . . . . . Ну, что надо здесь сделать? . Надо вот эту сумму привести к общему знаменателю. Поведение к общему знаменателю что сделали? Выкинет в показателе экспоненту положительным знаком вот этому, умножаем на экспоненту с этим знаком … ВQUI . . . После проведения общей нормандации получается Dk это β, делится на 2B в кубе, Dp, Db, R, минус A, минус B. Так, и что получится? Просто, понятно. А это что? А это просто функция. Вот, значит, вы получили для первых частиц выражение для отрицательных шагов. Ну а теперь для частиц выражения. Просыпаем точно так же. Только знак этого поделения не меняем. Для возраста частиц выражение. Минус D, альфа, B, 1, 2, 3, в кубе, 12, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 1, 5, 5, 4, Возрастная функция. Или минус 1. Что делаем опять? Опять вот эти все экспоненты забиваем в одну кучу, приходим к общему знаменателю, ответ выглядит так. Минус 3-бета единица на 2 3 круги ДП ЕПР минус Тау ЭКВ-бю как на флюсовое поделение. Вот очистится. Ну и итоговый общий результат для двух двух вариантов первой эмброзы можно записать в индивидуе условное для отвлекательных значений Тау. И Плюс-минус Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дальше давайте я если сделать там циклические перестановки то можно записать так Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Как это будет? Вот так. 1, 2, 1, 2, Энергия не загорействующих в плане 2, 2, 2, 2, 2, 3, Дальше, теоретическая средняя. Так. Первый член записывает это. Е Тау H 0 Б К 1 Е Тау H 0 Е И К 1 К 1 Минус Тау H 0 Е Тау H 0 Б К 1 Е К 1 К 1 К 1 К 1 Так. Первый член закончил. И пришел. К 1 К 2 К 2 Е И К 2 К 2 Минус К 2 К 2 Е Минус К 2 К 2 К 2 К 2 Так. Значит, для дальнейшего поддвижения нам надо разобраться с вот такими штуками. На прошлом части я вам показывал, что для электронных операторов действует соотношение похожее. Так что повторять вывод его не буду, можно показать, что БК 1 Е минус Тау H 0. Это есть, равняется оператору искажения Е минус Тау Омега К 1. Ну, просто берите те соотношения, которые я писал на электронных операторах, вводите его равным нулю, а энергия Рэпсилент и взаимодействие высших электронов заменяется на энергию Американью взаимодействующих форм. Ну и аналогичное такое соотношение Е Тау H 0 БК 1 Е минус Тау Омега К 1 Это есть БК 1 Е БК 1 Е минус Тау Омега К 1 К 2 БК 1 Е минус Тау Омега К 1 К 2 БК 1 Минус Тау Омега К 1 БК 1 Минус Тау Омега К 1 БК 1 Е и К 1 Минус Тау Омега К 1 БК 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 1 Минус Тау Омега К 1 Посмотрим среднее. Совершенно очевидно, что ВК1 на ВК2, если брать среднее, а среднее это шпун, то есть сумма диагональных элементов, то это будет ноль, потому что на какое-то состояние права, доподействована Пилатом и Речной Житиной, мы предположим, что состояние с числом частиц на две частицы меньше, чем вот здесь исходно стоявшие, так сказать. Дожимается между одинаковым состоянием, в автокональном состоянии. Так, ВК1, ВК2, это будет Дельта, символ К1, К2, на число фановых состояний К1. Так, ВК1, ВК2, перекоммутируем, поддает Дельта, К1, К2, плюс ВК2, ВК1. Мораль, значит, это Дельта, К1, К2, на единица, плюс число фановых состояний К2. Ну и наконец, это среднее значение двух операторов в нижнем уровне. Тоже равняется нулю. Что такое НК1? Это функция распределения фановых фановых частиц в гозах. Поэтому НК1, это есть единица экспонента энергии фановых взаимодействующих на Т, Чем потенциал у них же равен нулю, потому что число частиц не сохраняется, а минус единица, вот это правильно. Вот если вот такие усоединения учесть и подставить сюда, то мы можем сейчас написать выражение и для установленной функции гуриза. Давайте включить, напишем. Так. Так. Функция гуриза взаимодействующих фановых на Субаровская, пункция гуриза, равна положительная. Если учесть, значит, здесь вскакивающий из бетлий символ, остается однократное сумевременное, здесь будет КНК, Е минус ИК, КН1 минус А2, плюс КН0К, плюс КНК плюс 1, Е и КН1 минус А2, минус А2 минус А2. Интеграл ДК, Опять считаем систему бесконечно большой, и вот суммирование полного векторов К, переходим к интегрированию, это будет минус А2, единица А2, ПИ в кубе, интеграл ДК, Омена МК, НК плюс 1, ЕТК Р1 минус А2, минус К, и ВК. Итак, первый член плюс 2, комплекс нас отряжён для эспадента, в вещественной части знак померен, 5 мм до 0К, понимаете, ну, давайте сделаем ещё, значит, некое одно упрощение, немножко, можно сделать его вот в штуке, чуть-чуть бы компактнее, давайте получём, что у нас можно сделать какую-то замену переменных, Омега 0К, Омега 0К, она чётная, в основном вверху К, потому что, я напомню, Омега 0К, это у нас скорость звука, умноженная в основном вверху К. Поэтому, если, скажем, во второй части, вот здесь, поменять Омега 0К, то, возможно, учиться, что НК равняется на Н-К, естественно, ну, ну и когда полустранственные экспоненты будут иметь или датковый флаг, и их удобно вытащить, да, может быть. Почитаем. 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 Окончательное положение на положительных флаг. Почитаем. Бинус 1,2, единица на 1,2, так, так, единица на 1,2, так, 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 ну, а это постранственные экспоненты 1,2, 2,2, так, мы вычители функцию равнина незаимодействующих фанолов для положительных значений Тау, ну а теперь давайте для отрицательных значений. Так. Как считать для отрицательных значений? Опять воспользуемся соотношением, которое связано в области положительных и отрицательных значений для отрицательных функций. Д, 0, R, 1, R, 2, Тау и отрицательные равняется с Д, 0, R, 1, R, 2, Тау плюс единица на 5. Вот это, значит, вещь в сумме больше, чем 0. Значит, это в области положительных значений относится, талу и отрицательные н. Ну давайте делаем такую замену. Верем наше замыражение и талу меняем на 1 плюс n. Понимаете, минус 1 на 2, 1 на 2 и в кубе, dk на 0, так. так. nk плюс 1 так. nk плюс 1 так. Показатель в экспоненте меняем nk умножить nk на 1 t плюс 1 на t амель 0k. на 2 и и сзади сзади расстрация . Ну, теперь надо ещё кое-что показать. Оказывается, если расписать явно в виде функцию распределения m, и вот это ещё значит разница в группе такое соотношение . И если умножить на экспоненту , мы просто получим функцию распределения. А если возьмём вот такую функцию распределения, умножим на экспоненту с положительным знаком, мы получим нижние две отметки . Значит, вот если учесть такие соотношения, мы немножко ищём под этим выражением наших отрицательных областей. Так. Так. Так, но t меньше, чем я, значит, давайте запишем отрицательное значение через мотуль. Тогда у нас что получится? Первый член минус 1 вторая единица на 2 и кубе, dk, mdk, e и k, r1, mc2, b, и минус отрицательное значение, значит, просто мотуль. Ну а теперь глядим на выражение для функции времени при положительной. Видим, что, значит, и выражение времени для отрицательных, и для положительных можно объединить единым образом. Вот, просто записываю их через талу по-моему. В итоге реального значения талу или отрицательного положительного. Пановная функция глядима записывается и через талу. Глядим. 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 То есть, подобная функция эгорида является четной функцией Ну что ж, кирпичики для диаграммной техники мы с вами оставили Давайте еще немного поговорим, вот что дальше Напишите название «Арагав-3» «Мацубавское представление взаимодействия для температуры фунта эгорида» Я напомню, что, скажем, когда мы работали на температуру, у нас там еще было представление взаимодействия Так вот, для мацубавской функции эгорида тоже есть мацубавское представление взаимодействия Значит, сейчас мы его введем по аналогии с нуль температурной термикой В свое время, когда мы переходили к представлению взаимодействия У нас появлялась с матрица И вот при введем пиратурном у нас было такое соотношение С-матрица 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 записывается так Е и Оператором эминтониана и взаимодействующих частиц Это угроженное на предполятия с литературным коментам и взаимодействующих частиц Вылупая Вы видите там по ходу дела И обратно я спадаю цар Коментару С-матрица 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 А напомню, что на первом части, когда я говорил о муцубаровском представлении, я сказал, что на муцубаровском представлении переход осуществляется так, и «т» заменяется, как на «таву». Ну или «таву», «таву» заменяется, как на «т». Так вот, давайте по аналогии с С матовицей, представляем температуру, введём С, введём С матрицу для температурной техники. Она будет вводиться следующим опытом. С С матрица «таву» есть. Вот берём, значит, этот экспонент и заменяем на «таву» на «т». Значит, это будет Е, А0, минус мюн. Ну, мюн я добавляю, это для случая частиц с сохраняющимся числом. Но, когда всегда, так сказать, рассматывается систему, соходящуюся числом частиц для учёта техносохранения, сюда будет визуально подключая кознодевающим другим делам. Так, дальше 10 на хвосте, минус H, минус мюн. Сигма матрица. Обратная Сигма матрица. Е, H, минус мюн. На «таву» мы можем на «таву» минус «таву» А0, минус мюн. Ну, что можно сказать ещё по этому Сигма матрица? Можно сказать следующее вещь, что Сигма матрица от «таву» равным «люн», с чего является? Да, вот это. Некое замечательное значение. Сигма матрица. Вот это некое формальное определение Сигма матрицы, которое у нас потом где-то выскочило. Ну и вот. А теперь мацубаровское представление взаимодействия для операторов плеч частиц. Мацубаровское представление взаимодействия для операторов плечи частиц. Так, Сигма матрица. Значит, я напомню, что по представлению взаимодействия во вкладке мы ставили гамильтониантные взаимодействия между частиц экспоненциальных. Точно так же мацубаровской техники. Значит, по представлениям взаимодействия во вкладке мы ставим нулевой гамильтониант, а не полный гамильтониант. Нажимаем оператор в среднем взаимодействии с обкладками и выращиваем только нулевой гамильтониант. в среднем взаимодействии с обладающими взаимодействиями. Ну и оператор рождения частицы. Вот мы, значит, определили представление взаимодействия просто операторы конкретного рождения и уничтожения. Ну вот таким же образом определяются и любые другие операторы в мацубаровском представлении взаимодействия. Например, гамильтониант. Гамильтониант системы в представлении взаимодействия. Значит, надо, как он будет выглядеть? Ну, надо, значит, вот гамильтониант в представлении взаимодействия. Надо взять исходный гамильтониант в швёдиньерском представлении и зажать его и тоже наградить операторы с негативным гамильтониантом. Гамильтониант взаимодействия в представлении взаимодействия. Надо просто взять исходный гамильтониант взаимодействия в швёдиньерском представлении и тоже наградить операторы с негативным гамильтониантом. Гамильтониант Гамильтониант Гамильтони замечание, что H0, это нулевой кабинетариан, и число частиц в представлении взаимодействия на самом деле от мнимого времени не зависит, потому что если мы возьмём H0, 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 N, то эти пилаты высококлассные коммутевы, естественно, будут на скачке соответствующие. Ну, теперь наша задача состоит в том, чтобы вывести уравнение движения для сигма-матрицы, как мы в своей лейке выводили, для S-матрицы, и, значит, его научиться решать. Нам понадобится для постановления диаграммной терапии. Ну, давайте я напишу, так, сегодня ничего не успею, давайте я напишу исходное уравнение для сигма-матрицы, Итого, это и есть уравнение сигма-матрицы. Ну, с этой формы возвращаемся. Ну, всё, всё. А у вас старый, скажем, у ключи есть? Кто? Старый, старый, старый. Старый, старый. Я вижу, да? Что-то мне никогда не дает тяжелый канал, в отличие из, скажем, экспериментаторов, который мне... Так, а он кому нужен там, замазал? Продолжение следует. gedyt ... КлиOO Продолжение следует...